Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 15 июня 2019 года. Как всегда в режиме полной прозрачности продемонстрирую изменение своего инвестиционного портфеля, брокерского счета и ИИС. Расскажу о тех действиях, которые я совершал и все наглядно вам продемонстрирую. Итак, баланс счета примерно такой, 2 миллиона рублей. Напомню, что частично из акций я выходил, фиксировал прибыли. В принципе, нисколько об этом не пожалел. Сейчас долго срок практически ни во что не вхожу. И данная неделя, которая прошла, ее можно назвать неделей трейдинга для меня. То есть я рассказывал вам, что обкатываю методики по фундаментальному анализу оценки компаний. Соотношений с работой с графиком. И подбирал точки входа, оценивал эффективность методики, которая позволяет определять точки входа, свои собственные. В общем-то этим и занимался. Притом вкладывался в те компании, в которые, скажем, не очень интересно. Какие-то доли риска были, но давайте посмотрим, что из этого получилось. То есть все только опытным путем. В принципе, канал Опыт Инвестора и называется. Может быть, вам тоже это будет полезно. Не будем останавливаться на тех компаниях, которые были, которые остались. Здесь Карнивал хочу долю уменьшить. Постоял на него Take Profit. То есть когда он в плюс зайдет, частично будет продан. Хочу уменьшить долю и перейти в кэш. Energy Transfer снова у меня появился. Снимал обзорное видео по данной компании. Уверен в ее хороших перспективах. У нее огромная дивидоходность. Больше 8%. Сейчас около 8,5% доходности. И давайте кратенько покажу. У меня вкладка открыта некоторая. Значит, уже фиксировал по ней прибыль. Тут получилось процента, уже не помню, 1,5-2. И выплата дивидендов. И также в текущий момент попал под отсечку дивидендную. Буду ждать дивидендов. И, значит, перезашел в нее частично. Частично. Ну вот здесь вот два входа у меня было. По 14,06-14,09. И выход поставил 14,61. То есть я для себя определяю каналы хождения цены. И, соответственно, примерно часть акций в 3,6 продал. Выставил заявку. Но она частично отработала. Выставлял на всю. Весь объем. Но отработала всего 4 акции. И она опять пошла вниз цена. То есть, в принципе, считаю, что границы канала были определенные верно. И, соответственно, вот такая ситуация сейчас с Energy Transfer. Так. По ней больше 6 процентов. И она пришла к тем границам, в которых ее интересно было бы купить. Но, опять же, для себя ее в долгосрок не рассматриваю. И в портфеле ее не включаю никогда. Потому что финансовое здоровье у нее на текущий момент так себе. И, возможно, она еще будет снижаться. То есть в перспективах она хороша, безусловно. Но вот прямо сейчас я бы ее не рекомендовал. Только для коротких сделок. Использую ее волатильность. Ну, в принципе, вчера перед самым закрытием торгов приобрел. И она отпрыгнула на 1-1 процент. Продавать не стал. Еще маловато. Значит, выставлю где-то в плюс 3-4 процента. Планирую ее реализовать. Это, наверное, будет в понедельник. В открытии торгов. Также по выстроку уменьшил долю. Выстрок в последнее время подрос. Выставил заявку по продаже. Я покупал выстрок и за высокую цену, и внизу докупался. То есть средняя цена у меня получилась определенная. И по средней цене я выставил заявку на продажу, чтобы быть примерно плюс 2 процента. И частично она отыгрывается. То есть потихоньку акции распродаются. Когда она до уровня доходит. Вот можем посмотреть, чтобы наглядно было. Все ведь под рукой. Вот видите, у меня 37-40 заявка стоит. Это моя заявка отыгрывает. И от нее цена отходит. То есть инвесторы не готовы в текущий момент платить больше. А ровно по этой заявке срабатывает продажа. Здесь должно быть отражено. Нет, заявка так не отражается. То есть она частичное исполнение. Поэтому суммарно не отражена на графике. Вот видите мои периоды перезаходов. Здесь докупился, здесь докупился. И вот сейчас планирую здесь продать. Надеюсь на жесткую риторику Трампа. Чтобы ВС-трок еще отскочил вниз. Чтобы там уже полный пакет ВС-трока прикупить. И зафиксировать большую дивидоходность. Зафиксировать текущую плюс 2 процента. Уже получил по нему дивиденды. Еще сейчас одни дивиденды придут. И было бы это удачно. Так, далее. Магнит в ГЭПе. То есть отобирал ГЭП. Выплатили. Закрыли риестор дивидендов. Обувь в России 12 процентов. Ничего пока я с ним не делаю. Ожидаю. Солерс показывал, что приобрел. Выставил на него тейк профит. Хочу порядка 3,5 процентов закрыть. Периодически он к той границе подходит. Но тейк профит и заявки только... С недавнего времени стал на эту сумму выставлять. Решил не ждать, что он может быть сильно отыграет. Потому что есть риск и дальнейшие коррекции. Вот поэтому решил вот так зафиксировать. Из облигаций остались только Tradeberry. Остальные облигации продал. Также выставлял заявки на сумму, которая выгодна мне, чтобы она была с плюсом. То есть сами облигации с плюсом. И получилось, что НКД, накопленный купонный доход, тоже был плюсом. Там небольшие суммы, но тем не менее достаточно приятны. Как вы можете наблюдать, здесь довольно приличная сумма в рублях свободна. И довольно приличная сумма в долларах свободна. Плюс облигации еще продадутся. Вот так это выглядит. По ИИСу рассказывал, что у меня здесь дивидендный портфель долгосрочный. Я по нему ничего не делаю. Просто он есть и живет своей жизнью. То есть компании падают, растут. Никакой разницы нет. Они платят дивиденды. Сейчас баланс такой достаточно положительный. И по British American Tobacco, например, у него большая доля в моем портфеле. Пришли дивиденды. Давайте я продемонстрирую. Вот 53 доллара 58 центов. Достаточно приятная сумма, если перевести в рубли. И что удивительно, она больше, чем я ожидал. То есть в портфеле у меня 80 акций. Компании British American Tobacco. На каждую акцию примерно такая выплата. Почему-то я рассчитывал. У меня получилось, что в районе 52 с копейками долларов должны перечислить. Перечислить 53-58. Может быть потому, что я округлял. Значения не брал. Десятитысячные, стотысячные. Больше это не меньше. Всегда приятно. По British American Tobacco дивиденды я получил. И пока их не реинвестировал. Так, случайно на Вион нажал. По Виону ничего не делал. То есть показывать нечего. По реинвестированию не реинвестировал. Поскольку ожидаю еще от инвеска, от других компаний дивидендов. И уже разом все переложу. Сделаю реинвестирование. Пока не плачу абонентские платы за обслуживание. Не совершаю сделок, чтобы обслуживание было 0 рублей. Вот это так выглядит. И давайте пробежимся по тем сделкам, о которых я говорил. Вот трейдинги. Вот события. Поскольку демонстрирую все как есть. Можете посмотреть. Еще раз спасибо зрителю, который в один из прошлых обзоров обратил внимание на то, что Тиньков списал у меня комиссию по тарифу премиум. Я был уверен, что ее нет. И даже не обратил внимания, что у меня она исчезла. Вот разобрались с Тиньковым. Я об этом делал обзор. Вот можете посмотреть, какие у меня сделки проходили. Может быть что-то интересное для себя увидите. Ну и по ряду данных компаний я сейчас продемонстрирую их вкладочки, чтобы более подробно поговорить. Тут Riteon, городские инновационные технологии. Это вот облигации я продавал. НКХП. Также по Cognizant Technology пришли дивиденды. Я их не ожидал. Тоже сделка была спекулятивная. Закрыл ее в плюс. И потом еще пришли дивиденды. Копеечки, конечно. Но на дивиденды я вообще не рассчитывал. Просто случайно попал на отсечку по реестру. Это продажа облигаций. Тут Solers. В общем, примерно так это выглядит. Тиньков заявки выставлял. По Тинькову были сделки. Абви пришли дивиденды 11 июня. Абви я продал, зафиксировал прибыль. Тоже, в принципе, доволен, поскольку она ниже тех значений, по которым я ее продавал. То есть, перезайти в нее было бы сейчас выгоднее. Но я этого делать не буду. Примерно таким вот образом это выглядит. Наверное, остальное уже демонстрировал в прошлых роликах. И давайте пройдемся по коротким сделкам. Вот компания НКХП говорил, что хочу ее приобрести. Но пока решил сделать вот такую коротенькую сделку. Купил за 235, продал за 239. Это внутри дня было. Пара часов прошло. То есть, вот так на 37600 вошел. И на 38240 вышел. То есть, 600... 600... Сколько там? 800 рублей. Нет, 600 рублей прибыли получилось. Это порядка 1,8-2%. Ну, за пару часов, я думаю, что это неплохо. Также давайте посмотрим ГИД. Городские инновационные технологии. Компания очень далекого эшелона. Очень маленькая. Очень специфичная. Ну, вот решил попробовать ее волатильность. Как она, значит, себя показывает по стаканам. Ликвидность достаточно низкая. Вот. Ну, компания интересная. Но хотелось бы ее еще в более дешевой цене увидеть. Значит, 24540 получилась цена покупки. 25300 цена продажи. Ну, там, если не ошибаюсь, порядка 3,4% по ней закрыл сделку. Это тоже было в течение, там, пары дней, может, чуть побольше. Были возможности до этого, но держал ее какое-то время. Думал, может быть, еще докупить на долгосрок, но все-таки. Принял решение, что на долгосрок она все-таки мне сейчас не подходит. Далее, по Фронтиру. Видели в событиях Фронтиром я торговал. То есть, компания сейчас волатильная и достаточно предсказуемая. То есть, коридоры хождения цены, они такие довольно-таки прозрачные. Также в долгосрок я бы ее не рекомендовал. Компания слабенькая. Давайте откроем. Тут у меня было то ли 2, то ли 3 сделки по ней. Да, вот на небольшие суммы я ее тестировал. Говорил уже, что я, так скажем, обкатываю свои методики и по мундаментальному анализу, и по трейдингу, и по соотношению одного к другому. То есть, тут были чисто такие манипуляции, в общем, тестовые. Не хотелось во Фронтире застрять на крупную сумму, поэтому суммы были маленькие. Вот, приобрел на 162, 165 продал. Поскольку суммы маленькие, тут и, соответственно, прибыль маленькая, но по большому счету это порядка 1,5-2%. Вечером купил, утром продал, в районе 2% нормально. И вчера вот еще тоже сделочка, но она буквально в течение минут, наверное, 20 я ее сделал на нижней границе. Просчитал, сколько она должна быть, у меня цена отыграла, и тут же я выставил ту границу, до которой она должна отойти. И она к ней довольно-таки быстро отошла, и получилось вот 8 долларов. Это тоже там порядка, если не ошибаюсь, 3% цена отыграла. В принципе, так вот. И по быстрому диджиталу, тут тоже у меня было одно количество сделок. Но это раньше, я уже показывал. Так, сократим диапазон. И тут у меня было 3 сделки еще за последние дни. Тоже такие вот коротенькие трейдерские сделки. Давайте покажу, какой результат. Так, результат. Это старая, старая, старая. Январь, апрель, май, вот июнь начался. То есть купил за 612, продал за 623. Также вечером я купил, утром цена отошла к тому диапазону по моей заявке. Далее, тут тоже порядка 1,5-2%, может быть, наверное, 2%. И далее, значит, это было вчера, это позавчера, вот это вчера. 648 купил, 663 продал. Тут тоже, можете посчитать, не знаю, 2,5%, может быть, процента получилось сделать быстро, в течение часов, наверное, 3. И вечером снова посчитал границу, до которой она должна сходить. Она отработала успешно. И перед сном я ее продал, потому что стаканы ослабели. И была вероятность того, что она уровень не пробьет. И, соответственно, будет не очень интересно, если в ней надолго задержаться. Тут зафиксировался процент, может, 1,5%, 7 долларов. Тоже буквально в течение часа. Так что, это по Western Digital. Компания Raytheon. Ранее я демонстрировал по ней сделку. Тоже была спекулятивная сделка. И так вот это выглядит. На фоне слияния у нее появилась волатильность, появилась предсказуемость. И, можете прикинуть, тоже здесь 500 с копейками. Ну, в общем, процентов уже 2, может быть, 3 получилось на этой компании заработать. За 13 июня я ее купил, а вчера продал за сутки. Тоже считаю неплохим результатом. 2-3 процента за сутки. Конечно, есть риски всегда в этом деле. Но они оправданы. Вот раньше тоже у меня коротенькая сделочка была. 700-709. Небольшой плюсик по ней получился. Так, и что еще? Компания Тинькофф вот у меня открыта. Также в событиях могли видеть, я пролистывал все мероприятия, которые совершал по Тинькоффу. В том числе, значит, 1030 долларов я ее приобрел. 6 июня, на следующий день я ее продал 1074. Тут сумма более ощутима по прибыли, потому что я на 1000 ее купил. Те компании, скажем так, в период обкатки я приобретал на маленькие суммы, поэтому прибыль получалась такая небольшая. Ну, тоже сколько здесь получилось? Около 3-4% получилось за сутки на Тинькоффе сделать. И далее я за ним смотрел. Он вел себя довольно-таки подозрительно. В принципе, я рад, что я больше в него не зашел и не стал его хранить, потому что... Давайте посмотрим. То есть, сделки были здесь, и он пошел вниз. То есть, если бы я его оставил, я бы был в убытках. Вот. Это все можно смотреть по уровням, по новостному фону, в сочетании со силой стаканов. Ну, в двух словах здесь не объяснить. В общем, такие сделки я делал, события показал. Далее планирую тоже позаниматься трейдерскими сделками. Ни во что не хочу плотно заходить, поскольку хотелось бы увидеть коррекцию рынка, чтобы рынки еще упали. Я надеюсь, что Трамп этот момент реализует. И мы увидим коррекцию, в которой можно будет уже более эффективно закупиться. Хотя, все понимаем, если говорим о долгосроке, сейчас очень хорошие точки входа. Сейчас достаточно дешево стоят компании. Если говорим о дивидендных компаниях, компании Ростовые, они сейчас находятся на пиках. Довольно-таки рисково в них заходить. А вот в плане дивидендов очень замечательно. Поэтому есть хорошие возможности. Ну, на этом, пожалуй, все. Как всегда, продемонстрировала вам. Можете все это посмотреть, оценить. Если решили зарегистрировать инвестиционный счет, проходите по ссылке, получайте бонус 1000 рублей Тинькова. Если необходима помощь в составлении инвестиционного портфеля, обращайтесь на электронную почту. Также по любым другим вопросам можете обращаться. На этом все. Удачи в инвестициях. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok